Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас утвердят, мы хотели спросить про премьера. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный премьер-министр? Он должен быть таким ультра-супер-менеджером, самым большим топ-менеджером в нашей стране. Так что, если он будет самым большим топ-менеджером в нашей стране, кем тогда будет президент? Президент это выше, чем топ-менеджер. Президент в России не может быть априори-менеджером. Президент это лидер, это вождь. А это как бы главный среди бояр. На ваш взгляд, несколько качеств идеального премьер-министра? Сейчас меня тут ждут уже люди. Не могу. Не всегда получается поймать депутата. Дело в том, что они действительно, возможно, испытывают некое волнение перед тем, как будут голосовать за кандидатуру, которую будет представлять лично Владимир Путин. Мне удовлетворение той политикой, которую проводил премьер в предыдущие 6 лет. Мы ожидали определенных изменений в экономической политике, но он их не анонсировал. Поэтому мы будем голосовать против. Господин Сидякин, один вопрос. Русская служба BBC Петр Козлов. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот сегодня достаточно торжественный день в Госдуме. Сегодня, насколько мы понимаем, возможно, лично президент представляет кандидатуру премьера. На ваш взгляд, какими качествами в нынешних условиях должен обладать идеальный премьер-министр? Вот, может быть, несколько качеств, которыми обязательно он должен обладать? Всеми обладает этими качествами Дмитрий Анатольевич Медведев. Так, вы уже даже на два сразу вопроса наших ответите. Как вы считаете, Дмитрий Анатольевич этим качеством, критерием этим он обладает, качествами соответствуют к критериям? Ну, конечно, опыт есть у него, и желания работают. Мы вчера встречались, все понятно уже, что он уже нацелен на результат, на Руссан-Милан. Добрый день, уважаемые коллеги. Вчера в соответствии с Конституцией России, я не знаю, что в нашей стране кандидатуру...